Чтобы посвятить эту тему дачам, самая проблема, вот сейчас на Донбассе идет война, в принципе, да и до войны, в принципе, было так же. Вот эти дачи, оптик, юность, где-то в 93-м году, в 89-м, точнее, раздавали. Здесь была битва за эти участки, а теперь вот, кто еще силы есть у их стариков, они ухаживают, сажают что-то. Когда силы стекают, болеют, стареют, то их бросают, им это удача. А молодежи они не нужны, независимо, есть работа, нет работы, они просто или не приучены, или не хотят заниматься с землей. У меня дача с 2002 года, я помню, здесь еще были дачники, а теперь природа взобрала свое, старики умерли. А молодежи оно, естественно, пока не нужно. Странно, конечно, это, вроде бы, молодежь должна перенять у стариков, своих родителей, любовь к земле, в принципе. Это же подспорье было бы. Но не занимается молодежь этим. А воровцом-то занимается, ходят, бомбят, воруют металлолом. Картошку, которая еще только начинает, да еще не завязывается, чеснок вырывает, ну все. По своей глупости, потому что не знают даже, когда картошка вырастает. И так, ломают двери, на металлолом сдают заборы. Агрессивные, урожают, если там что-то скажешь. Вот так, вот так себя ведет молодежь. Пахнет жасмину Юры. Два куста, вот он ухаживал, тоже или заболел, сейчас вот в этом году не вижу его, или уехал. Вот этот плетеный забор сделал, пару лет ухаживал, теперь не видно. А жасмин светет. Вот такой он. Катерина когда-то была, ухаживала все, это из этой дачи, цветы сажала, нарциссы впереди, умерла. Рак желудка, по-моему. Теперь все заросло, природа забирает свое, деревья погибают, засыхают, потому что они обрезаются, погибнет. Да я по своей даче знаю, пока вот силы есть, дети выросли, разлетелись, тем более война, сын под Киевом, дочь тоже в Америке. Ну, пока силы есть, работай на своей даче, но точно когда что-то случится со мной, или здоровьем, или так, превратится вот в такую, что никому не нужна будет. Никому. Это печально. Потому что некому передать даже ее. Продать ее невозможно, потому что ее сейчас никто не покупает, когда идет война. А ведь без войны тут особенно нету. Люди бросали. В ручье вода исчезла, поливать нечем, у кого колодцы есть, скорее эти, ну, скважины, те еще как-то держатся. Ну и не, пока здоровье есть. Здесь Надежда Павловна ухаживала. Сейчас она уже старенькая, здоровья нет, сына тоже болеет, хоть и молодой, но не может со здоровья ухаживать. Вот, сначала сняли забор, а вот несколько дней назад выбили. А вот несколько дней назад и вытащили, вот, и дверь, дверь вытащили, ну, а теперь здесь, я не знаю, кто мародерствует уже. Ну, это все, теперь окна снимут, вот эти металлические, по идее, как и забор, ну, все. А вот были цветы, ну, а сейчас все заросло, здоровья нет в человеке. Все, цветы еще расцветут, а так уже бурьяны, порость, все, забирают свое. Ну, а мародеры заберут этот металл сначала, а потом, наверное, шлакоблок или с чего он-то сложен, все. Вот так. Вот здесь были дачи, участки, теперь все. Вот здесь тоже участок был, помню еще, бочки, емкости встали, все, нету ничего. Все. Природа забирает. Вот черешня дала плоды. Но она погибает, тоже сохнет, ее никто не обрезает. Заросли здесь. Так, умирающий, засасывающий орех грецкий и цветущая роза. Когда-то здесь была дача. Вот яблоня здесь, плодоносит, равненная, вкусная. Но хозяева, я не знаю, по какой причине, уже ни заборов, тут ничего. Нет, все брошено. А цветы чайной розы цветут. Петушки отцвели почти. Тоже за этим забором был один хозяин, директор какой-то завода. Потом он, еще, это первый хозяин. Потом он продал тоже здоровье, ног боляли, ноги и прочее. А второй хозяин, подполковник, милиционер, умер вот зимой, в январе. Раз головного мозга. Теперь дети, я не знаю, почти не появляются здесь. Вчера, правда, нет, несколько дней видел траву чуть-чуть порвать. Будет ухаживать за этой дачей? Нет, я не знаю. Ну, в принципе, она тоже заброшенная уже. Петушки такие, петушком, цветом, кремовые, красивые. Я таких не видел. Желтые есть еще. Это кремовые какие-то. А, вон, жёлтый. Кремовый, жёлтый петушок. В участке все, женщина садила кукурузу, так ухаживала. Видно, тоже или умерла, или заболела. Ну, ничего, уже всё разросло вишняком. Это напоминание заборчик. Засыхающая вишня. И порость, забившая всё, весь участок. Как печально смотреть. Как люди занимаются, а потом по здоровью или умирают, или заболевают, бросают. А некому не дети и внуки уже не занимаются. На печальные мысли наводили самого. Участки такие, хозяева были, перец такой выращивали. Крупный, красивый, поливали. Чистенький был. Всё заросло. Природа всё забирает своё. Всё забирает. Бурьяны. Женщина копошится ещё одна. Сажает там чеснок, картошку. Ну, тоже её и поджигали, запорили. Траву сажигали. Ну, она, видно, это тоже. Пока здоровье есть, работает. Участок. Здесь и чеснок растёт, и такое. Ну, всё, она, что может, то сажает. Под воды её в том году, по-моему, своровали. Если не ошибаюсь. Или два года назад. Время быстро летит. Изменится так это вот этот ландшафт. Поколение уйдёт, а камышевака будет бежать там внизу. Будут эти терриконы, может быть. Пока их со временем не разберут. Ну, некоторые вот довоенные вот терриконы этот маленький, хороший. Всё добывали. При совхозах были терриконы. Так что вот это всё остаётся. Речка будет бежать, камышевака. Всё будет. Для следующих поколений. Интересно. Туча чистое небо. И вот там тучки скопились. И всё. Вон мои собачки побежали по степи. По полю. Молодёжь занимается. Места работы нету. Кто-то выбивает в гаражах углы. Залазит. Хотя там брать уже нечего. Хозяин давно уже, что мог вывез. А что там если хлам какой-то. Но всё равно бьют. с ним будет вот этот ковыль степной. Он будет здесь расти или в другом месте. Но будет расти по-любому в эту степь и в его место ареала питания. Тысячелетие рос и будет может и миллионы лет. И будет продолжать расти и дальше. Вот так. Вот. Ильича. Террикон. Уже тоже там породу берут. Не знаю. Храм. Ну и так. Вот. А за теми терриконами вон дым там и Толчевский медкомбинат дымит. Выплавляет сталь. Российские олигархи там руководят им. Война идёт. Сталь выплавляется и наверное с него оружие будут убивать украинцев. Вот такая фигня. А нет чтоб прикрыть это всё. Разорвать отношения с Россией пока идёт война. Завод этот национализировать или как. Точнее пока он это в оккупировали не поставлять сюда сырьё. Нет. Дымит работает. Собачки рады. Ходят они тут со мной всё время пять. Жучок, снежок, Байкал, Кокс и Чернушка. Вот она Чернушка. Вот они резвятся. Три километра туда, три назад. Каждый день шесть километров. Они ходят с превеликим удовольствием. Видно хочется ходить. Вот. И в траве валяются сейчас. Где твои клыки, снежок? От старости уже у тебя наверное клыки потерялись передние. Не вижу верхних клыков. Не вижу какие-то там огрызочки есть. А верхних я тебя не вижу. Вот такой ковын. Вот он уже отшвел и вот уже такие степные. Ветер дует, он вот так поднимается как вертолет. И семечко вот это несет семечку и где-то за несколько метров ветром смотря куда подует там же так он и разрастается. Падает. и внедряется в землю и распространяется так седьмой ковын. Горожей северянки тоже бьет дырка вон выломана. Хозяин где-то уехал, нету его и вот пробили вон. Ну не залезли, залезли, не знаю. Вот это мародерствует во время войны. неодяя светит шиповник. северянки четыре Северянка вüreянки пошла aga Продолжение следует...